Верхнедонское управление проводит публичные слушания ежеквартально на протяжении уже пяти лет. География выездных заседаний затрагивает Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Липецкую и Белгородскую области, где организация ведет свой постоянный надзор. На этот раз принимающей стороной выступил 31-й регион. Профессиональный диалог состоялся на площадке Оскольского электрометаллургического комбината. Здесь собрались специалисты 44 предприятия, а также представители органов власти и прокуратуры. Всего порядка 300 человек – ОМК, Лебединский и Михайловский ГОКИ, предприятия «Металлинвеста» – постоянные участники подобных встреч. Что касается работы Верхнедонского управления Ростехнадзора, хочется отметить высокий профессионализм сотрудников, четкое взаимодействие с бизнесом. Благодаря им и благодаря их методологической поддержке мы осуществляем эксплуатацию опасных производственных объектов. Мы – организация эксплуатирующая опасные производственные объекты. И для соблюдения всех требований и норм законодательства без их поддержки нам было бы сложнее работать. По итогам 9 месяцев работы в 2019 году специалисты Верхнедонского управления Ростехнадзора провели порядка 2500 проверок и выявили более 4000 нарушений. Их устранение, а в будущем недопущение, сохранит жизни и здоровье работников. К нулевому травматизму сегодня стремится и «Металлоинвест». На всех комбинатах компании действуют кардинальные требования по охране труда и промышленной безопасности. Проводятся диалоги безопасности. Применяется система «Стоп-карта», когда каждый сотрудник, выявивший опасные действия, имеет право потребовать приостановить работы. По инициативе управляющей компании внедрено квартальное премирование тружеников за соблюдение правил ОТИПБ. В 2020 году на Оскольском электрометаллургическом комбинате планируется реализация проекта «Система блокировки «Локаут-Тагаут», которая позволит предотвращать включение оборудования, когда это может представлять опасность для жизни и здоровья работников. Пилотным участком стала кислородная станция номер 2 энергоцеха.